Я приехал давно, я 15 минут пароль вводил. Тут такой пароль от интернета. Я справился еле-еле с... Мы в эфире уже, поэтому... Да, пусть зритель знает про пароли от интернета. Явки, пароли... А мы уже в эфире. 7 июля, 21 час и 21 минута. 22 минуты. Алексей Арестович, прямой эфир. Привет. Добрый вечер. Сразу попрошу нажать лайк, нравится, для того, чтобы было больше, подписаться на телеграмму, на ютуб-канал Алексея Арестовича прямо сейчас, если так случилось, вы еще не подписаны. Много вопросов сегодня. Безусловно, формат вопрос-ответ от зрителей самый важный сегодня, как и всегда. За это вы наш формат и любите наши встречи. Но не могу не начать я с вопроса про Виктора Орбана, который вот прямо перед эфиром стало известно, что летит он в Китай. Пусть не по подтвержденным источникам, официально Будапешт не подтверждает, но венгерские СМИ пишут, что борт Орбана, значит, в Пекин направляется. До этого сам Орбан сказал, что ждите сюрприз утром 8 июля. Соответственно, визит намечен на завтрашнее утро. А глава МИД Венгрии Сиарта сказал, мирная миссия продолжается, даже усиливается, поэтому я призываю европейских провоенных политиков пристегнуть свои ремни безопасности. Что ты думаешь по поводу визита Орбана комплексно в Москву и Пекину? Комплексно он привез, конечно, по-моему, мирный план. И последнее уточнение уровня такого, которому нельзя доверить лицам второго и третьего плана, о котором могут только главы держав между собой обсуждать. Поэтому, безусловно, это такой марафон обмена предложениями, да, и уточнением позиций по мирному плану. Многие говорят, да почему нельзя созвониться, почему нельзя прислать кого-то. Нет, нет, нет. Есть вещи, которые могут передать. И когда есть идеи, должны соответствовать уровню, есть идеи, которые может заявить только глава державы. А Орбана использует, потому что он приемлемая фигура для всех в данном случае. Безусловно, он решает и внутренние, как и Вильгерские решают, защищает интересы Венгрии, но основная провестка, я думаю, это все-таки мирный план. И тут уточнение. А в чем вот прям такая анонс, что супервизит, сюрприз, ждите, пристегните ремонт? Ну, это накачка чисто внутривенгерской повестки, поднимая. Дело в том, что любой посредник, это всегда прирост престижа, особенно если посредничество оказалось удачным. Это всегда очень выгодно. То есть он достаточно уверенно чувствует себя в Венгрии, ну, плюс еще получить хорошую международную повестку. Это стать фигурой. А поскольку они формируют в Европарламенте правый фронт, сейчас право уже сформировали, то есть это увеличение игры еще на общий европейском уровне. А по поводу того, что вот такой, не знаю, посредник, что ли, вот как сказал Зеленский, что был же формат по зерну Украина-Турция, Турция-Россия. Подписаны два документа, не напрямую Киев-Москва через Стамбул. Вот, через Анкару. А потом, что скажется, Путин сказал, что никакие там переговоры через посредников невозможны, поскольку они не имеют полномочий и так далее. А как тогда вот тогда это... Возможно, согласование позиции. Как будут идти сами переговоры, когда позиции будут согласованы, это совсем другая история. Ведь никто из глав держав, ни Зеленский, ни Путин, не захотят заходить в переговоры, которые кажутся провальными. Так не делается. Там, где лидер, там должен быть успех. И согласование позиции занимает огромное время. Возможно, миллион форматов. Там пять одновременно, шесть переговорных групп может работать с разными полномочиями, разные ветки проверяющие. Но, вернее, отрабатывающая только, когда на 90% встречи будет готова, она сможет состояться. До этого будут всякие, какие хочешь заявления, завышающие планку, понижающие планки, дающие надежду на то, что возможен компромисс, отбирающие эту надежду. Просто будут опробоваться разные тезисы. А кроме того, когда идут тайные переговоры, всегда стороны публично обмениваются сигналами, показывающими, ну, например, подтверждение полномочий тех, кто принимает участие в переговорах. Вот, например, хорошо, вот мы передаем вам сигнал. Как знать, что этот сигнал истины, если это серьезный сигнал? А вот наш лидер заявит или сделает вот это. И это будет подтверждением этих договоренностей. Потому что даже когда очень уполномоченные лица приезжают, ты никогда не знаешь, вот то, что они назовляют, это точно позиция лидера, или там консенсусная позиция лидера и его элит. Подтвердите. Идут заявления, ага, подтверждаем. Можно двигаться дальше. Это стандартная практика, да? Насколько, на твой взгляд, Орбан приемлемый вот такой переговорщик, поскольку в ЕС сразу начали бить в набат, что Орбан, это его личная инициатива, ЕС к этому отношению не имеет, где Венгрия главенствует. Да и Орбан, который своими заявлениями вряд ли записывается в друзья Украины, ведь есть ли какие-то более приемлемые кандидатуры, где там... В Европе право доворот. Орбан, безусловно, пытается перехватить повестку, как бы усилиться на правом фланге Европы. Он приемлемая фигура для Трампа и для республиканцев. Поэтому ветер дует еще и оттуда. Фактически он шивает ниткой условное предложение Трампа, условное, как мне кажется, условное предложение Европы. В пику Макрону, у Макрона свои предложения, у правых европейских свои предложения. И Россия, и Китай. Для Китая и России он более чем приемлемая фигура, а для республиканцев, в частности, трампистов, тоже приемлемая фигура. А для нас его приемлемая фигура, для разговора с ним, потому что это, во-первых, как это глава исполнительной власти крупной державы, европейские члены НАТО, с которой Венгрия, с которой мы соседи, с которой у нас ряд вопросов. Недаром, когда он сюда приехал, решались еще вопросы чисто на украинской венгерской повестке. И это тоже ход. Он усиливает свою позицию по защите венгерских интересов в деле двухсторонних отношений с Россией общей инициативой мира. Это очень грамотно рассчитанная компания. С его стороны, мы вынуждены с ним общаться, мы не можем игнорировать ни как лидера державы соседней, ни как человека, который привозит предложение на поговорить. Будущее предложение. Но есть нюанс. Даже если то, что Орбан привез в Киев неприемлемо для нас, тем не менее, его приняли в Киеве. Напомню, в 22-м году президента немецкого в Киеве не приняли в начале широкомасштабного вторжения и приняли уже только под конец года, кажется, в декабре. Так у нас и сейчас есть целый ряд заявлений президента от Ермака, от Кулебы, которые говорят, что да, будет. Украина готовит мирное предложение, которое будет реализовано на втором саммите мира, предложено окончательно, как готовый документ, до конца года. Уже дело к миру, уже все заявили. А значит, интенсификация торговли. Да еще на том фоне, который сейчас происходит. Выборы в Европарламенте, подготовка саммита НАТО, выборы президентские США с возможным снятием Байдена, кандидата Байдена. Это значит резкое переформатирование всей логики и перспективы происходящего и так далее. Поэтому Орбан всячески имеет вес, как представитель европейских прав, как представитель Венгрии, как фигура приемлемая и в Пекиде, и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне одновременно. И как люди, человек, не последние уровни отношений, имеющиеся с республиканцами и с Трампом, в частности. Я думаю, мы этой темой еще коснемся. А сейчас, как я обещал, вопросы от зрителей. С общего вопроса, какой прогноз для Украины на ближайшие полгода от Алексея на фронте и на политической арене? На фронте больших перемен не будет, потому что их технически нечем отсуществлять. Будет медленное продвижение в тактической зоне со стороны россиян. Для крупного наступления или контрнаступления нет сил ни у нас, ни у россиян, и оно не появится в ближайшее время. Ни с чего просто. Недаром эти разговоры про 14 бригад, которые у нас есть, но которые мы не можем вооружить. Ну и россиянам нужна первая мобилизация, а во-вторых, что где-то взять технику. Нету ни того, ни другого. Появление, возможно, корейских подразделений все равно не будет товарным, все равно не решат проблемы наступления. Поэтому будет тяжелая затяжная борьба в тактической зоне, где мы будем медленно отступать, а где-то наступать, как в серебрянском лесу. А они медленно продвигаться, а где-то получать неожиданный удар с нашей стороны. Такая тягомотина тактическая, за которую сторона будет платить сотнями и тысячами жизней без особого продвижения. Это то, что должно быть на фронте. Следующий вопрос. Китайцы в Беларуси. Это вовлечение других стран в войну? Китайцы давно были представлены в Беларуси. Очень основательно представлены. В известном смысле обеспечивающие устойчивость положения Лукашенко перед лицом российского давления, скажем так. А там просто идут учения, в кавычках просто, которые типовые. Китайцы приехали провести участие в этих учениях. Это поддержка Китая позиции Лукашенко. А какая позиция Лукашенко? Ну, у него много китайского бизнеса, китайских интересов в Беларуси. Сейчас участились слухи, что не все хорошо с Александром Григоровичем. Я не его врач, не хочу разбираться в этих слухах, но смоделировать ситуацию, если так получилось, что нет Лукашенко, что будет делать Путин и что будет делать Запад? Ну, начнется борьба за Беларусь. В этом отношении. Что будет делать Путин, непонятно, но есть хороший шанс, что он побоится упустить Беларусь и готов на любые решения вплоть до ввода войск и как бы неформальной оккупации. Когда, конечно, будут сымитированы выборы, конечно, будут так или иначе проведены, и там, возможно, будет многопартийную систему допустят. то, что будет ставка на пророссийского кандидата, однозначно, россияне не могут выпустить Беларусь ни при каких обстоятельствах. Поэтому они будут за нее бороться. Запад будет пытаться сделать Беларусь, ну, то есть, это будет полем боя, и дай бог, что они горячие. А есть какая-то вероятность, вот возможность, точнее, сделать более-менее реальные выборы на территории Беларуси? Они так или иначе пройдут. Вопрос, до какой степени свободными они будут. Одно дело, если там вдруг резко увеличился контингент российских войск, как-то так внезапно на базах подвиду мучений. Другое дело, когда не увеличился, и Беларусь относительно свободно проводит выборы. Но россияне будут бороться, они не могут дать. Беларусь и Украина для них две стратегические зоны интереса, они не могут их выпустить с их точки зрения. Вопрос от зрителя. Почему Кабмин снизил затраты на оборону в Украине на 2025 год 2,2 триллиона, на 26,1,6 триллиона, на 27,1,5 триллиона? Во-первых, это план, они могут поменяться, во-вторых, дело к миру явно. Это принятое геополитическое решение. Соответственно, армия мирного времени, даже если она будет активно развиваться, не требует таких трат, как армия военного времени. Спросите, пожалуйста, у Алексея Трамп в должности президента США действительно ли будет заинтересован и способен быстро остановить агрессию путинской России? У Трампа не такая большая свобода воли, как кажется по воздействию. Надо понять очень важную вещь. Для России Украина зона стратегических интересов. Так о ней помышляют. Они будут бороться за нее вплоть до самых красных линий. Поэтому даже у Трампа есть ограниченное воздействие, зона воздействия на Москву и, скорее всего, там была идея двух ультиматумов в мирном плане и Украине, и Россия. Мол, миритесь иначе, иначе. Но возможности по увеличению поддержки Украины не такие большие. Возможности на давление на Россию не такие большие. Поэтому и Трамп не сможет ничего особенного сделать в этом отношении. и мяч на нашей стороне. Все зависит от доброй воли Украины, от доброй воли России. На самом деле за нас никто эту войну не решит. Вопрос из Казахстана. Если Россия нагло нарушила табу и разместила свое ядерное оружие в Беларуси, тогда Англия может разместить свое ядерное оружие в Украине для страховки от ядерных ударов из России? Это будет воспринято как очень резкое обострение. А возникает вопрос, приемлемы ли риски для Украины и Англии. с размещением ядерного оружия в Украине? Что это даст? Второй вопрос. У Турции уже есть дальнобойные баллистические ракеты на тысячу километров. Есть неплохая ВПК и заводы артиллерийских снарядов. Что мешает Украине более тесно сотрудничать с Турцией? Позволит ли США Украине, например, передать Турции свои черноморские порты на аренду 49 лет или 49% доли, чтобы Турции был реальный интерес и Турция взяла бы под защиту черноморских портов Украины для безопасности. Потому что и так далее. Это резкое смещение баланса сил, которые никто не допустит. И в первую очередь турки. Для того, чтобы пойти на такой шаг, им нужно понимать, что они получают. черноморские порты в аренде это слишком слабое утешение на фоне резкого дисбаланса отношений с Россией. Политики осторожны. И со времен Вестфальского мира политика это баланс сил. Поэтому любое резкое смещение нужно понимать, за что ты можешь получить. А что оно может получить? Такого. Порты в аренду, так она и так и возьмет мирное время. Или, по крайней мере, будут иметь возможность свободно эксплуатировать в том или ином варианте. Потому что она крупнейший черноморский игрок оригинальный и так или иначе свою долю в общей системе безопасности в Черном мире. Море либо торговли она будет иметь. Ради этого поставлять дальнобойные ракеты, резко портить отношения с Россией с неясными перспективами. Укрепить еще раз дружбу России и Ирана еще сильнее на фоне противостояния турок и Ирана. Ну, такая история, честно. Да. Спрашивают зрители, в прямом ли мы эфире? Друзья, прямее некуда. 21 час 36 минут. Пишет Дмитрий, просит читать наши вопросы, а не со шпаргалки. Друзья, со шпаргалки. Сначала со шпаргалки. Я делаю анонс нашего эфира, откуда выбираю вопросы. А то, что... Да, в комментариях, конечно, тоже пишите. Буду чуть позже читать вопросы из комментариев. Так, в Иране во втором туре выборов президента победил умеренный информатор Масуд Пизешкиан. Что это изменит для Украины, спрашивают зрители? Ничего по большому счету это не изменит, потому что реальная власть, полнота реальной власти принадлежит Айатолу, а у них есть четкая программа. Антизападная Украина воспринимается как прокси Запада и отношение к ней соответствующее. Но иранцы достаточно мудры, чтобы сделать многоуровневую систему власти, которая создает люфты приемлемые для общества. Иначе пар перекипит, и что? И власти Айатолы так против нее в Астане поднимаются. Грозит. Ну, грозит. Поэтому у них есть какой-никакой парламент, есть парламентская борьба, есть разные партии, есть разные позиции. Президенты периодически то консервативные, то реформаторы. Вот сейчас пришла очередь реформатора, выбрали реформатор. Предыдущий был достаточно консервативный. Не самый консерватор, но достаточно. Сегодня реформатор. Потом это создаются люфты, через которые выбрасывается пар, реальные послабления. Ну, в общем, система гибкая иранская. Поэтому иранцы мудры народу. Но принципиально изменить политику не в отношении там, перспективы отношения России и Ирана, не в отношении послабления украинской оппозиции. Он не сможет, ему не хватит полноты власти. Это скорее внутрииранская проблематика будет лежать. Некоторые послабления в экономике, в социальной политике и так далее. Повлияет как-то это на поставки дронов в Россию? Думаю, никак не повлияет. Это вне зоны его прямой ответственности. Это решает Айатол. Последнее время можно обратить внимание, что участились атаки именно шахедные. Вот раньше были комплексные, шахеды, потом авиация поднималась, летали ракеты. То сейчас несколько ночей подряд именно БПЛАшные атаки. Как думаешь, почему? Ну, видимо, копят под большой налет. Поэтому, да, обычно в промежутках летят шахеды. Они как дождик, как ветер, они постоят. Алексей, спрашивает зритель, если бы вы сейчас консультировали президента Зеленского, вы бы рекомендовали ему дать интервью Такеру Карлсу? Конечно. Такер Карлсон, это вход, это интерфейс консервативной части республиканской партии. Трамп побеждает на выборах с очень высокой вероятностью, а даже если не побеждает, то, ну, это огромная сила, это половина США и половина американских избирателей. Президент Зеленский имел бы шикарный шанс донести позицию Украины и свою реально до права консервативных американских выборов и прав. Но они ее упустили, причем упустили в достаточно невежливой формуле, форме вернее, ФСБ, методичке, что с моей точки зрения является колоссальным. Если к тебе обратиться Такер Карлсон или когда обратиться? Легко. Конечно. Окей. Вопрос от зрителя. Сойдет ли Байден с президентской гонки? Ну, да. Раскол в демократической партии тяжелейший. Все понимают, что дебаты проиграны. Не проиграны Трампу, проиграны своему состоянию здоровья. И заявление Байдена о том, что я посоветовался с семьей, и только Господь меня может снять, это его личная позиция, но они не отражают позицию над демократической партией. Там легкая паника, насколько я знаю. И срочный поиск кандидатов. Поэтому все может статься, и спонсоры могут просто сказать, что мы не будем это оплачивать. Менять. А вот такая версия, озвученная мне Ильей Пономаревым, он сказал, что обсуждается вариант, что вице-президентом к Байдену, который продолжит свою гонку, будет заявлен Барак Обама, который баллотироваться не может, но в случае, если что-то происходит с президентом, вице-президент будет исполнять обязанности ИОО. То есть, баллотироваться не может, ИОО может. Но вы же понимаете, что это крайнее решение. Когда бывший президент, да еще такой специфический, идет в вице-президенты, но это всегда крайнее решение. А когда появляются крайние решения или крайние предложения, всегда возникает вопрос к системности политики. Если вы идете на крайние предложения, это само по себе ослабляет вашу позицию. Это означает, что системную политику вы проводить не можете. Это очень серьезный подрыв позиций. Есть еще одно мнение, что на замену будет Гевин Ньюсом, это губернатор Калифорнии. Но мнения поэтому очень разные. Одни говорят, что вообще не популярны. У политиков Калифорнии, да, там не отражает и всех обижает и прочее, прочее. Другие говорят, наоборот, нет-нет, он еще себя покажет. Посмотрим. Называют и Мишель Обаму, называют и Камалу Харрис, разные варианты. Посмотрим, что будет. Ну, Камила Харрис имеет многолетний опыт работы в политике и Мишель Обаму, которая занимается телебизнесом, кинобизнесом и так далее. Не совсем понятно, как обсуждается ее кандидатура, если она ее меряется, рейтинги как-то. Обсуждаются все, что могут. Поэтому там на самом деле очень проблемная история с выдвижением кандидата. Напоминаю, что демократы должны вот сейчас, а республиканцы через месяц выдвигаться. Точнее, наоборот. Республиканцы сейчас, а демократы в августе на праймерис. И надо как-то эту проблему решить, да или нет. Но тут говорят, что вроде как Байден до конца следующей недели должен принять это решение. Требуют от него однопарк. говорят, что спонсоры требуют до пятницы принятия. И голос весом. Ну, посмотрим, что будет. Окей, ждем следующей недели. Обсудим. Алексей спрашивает зрителей, просит зритель, как прокомментируете национализацию имущества Невзорова, которого супруга объявили экстремистами? Да что здесь можно комментировать? Честно говоря. Не поддерживаете вы комментировать? У России выработана... Не, я могу набрать его прямо сейчас, но в России выработана определенная политика, и он ее проводит в отношении своих иных агентов. Невзорова один из самых ярких критиков России, таких беспардонных, я бы сказал. Он критикует даже не политику Путина, а Россию как таковую, русский характер, русский вайп, русскую культуру, и, конечно, доставляет массу неприятностей. Его много смотрят, да, его комментарии всегда едкие-едкие хлесткие, но они борются как могут. Алексей, как думаете, после окончания войны кто будет подаваться на президента Украины и у кого есть шанс быть президентом? Очевидно, будет подаваться скорее... Посмотрим, будет ли подаваться президент Зеленский, неизвестно. Будет ли подаваться заложный, неизвестно. Наверное, буду... 100% буду подаваться я. Наверняка будет подаваться Буданов, наверняка будет подаваться Притула, наверняка будет подаваться Тимошенко, наверняка будет подаваться Порошенко и, скорее всего, Кличко. Ну, Бойко, возможно, еще. Вот из этих людей вам придется выбирать. Ну, может, какие-то новые же фамилии наверняка появятся? Ну, из военных, наверное. Ну, из военных кто? Ну, Белецкий может пойти, может Будана пойти и так далее. Скорее всего. Все. Совсем новых не будет, потому что для того, чтобы идти в президенты, если это не технический кандидат, нужно как минимум стопроцентную сдаваемость. Она есть всего у семерых человек в стране. И ты их уже назвал? Нет, среди тех, кого я назвал, двое не имеют такое. Даже трое. Даже Бойко не имеет стопроцентную сдаваемость. Стопроцентная сдаваемость есть у Порошенко, у Кличко, ну, почти стопроцентная. У Зеленского, у меня и у Тимошенко. Все. А что случилось с Виталием? У Галужного, понятное дело. С Виталием Кимом. С его реальным взлетом популярности в 22-м году. Вот. Мы помним. И потом такое же резкое. Ну, Ким это региональная фигура. Поэтому он не может претендовать на политику национального масштаба, потому что он работал на региональном уровне. Не имел дела, он не главнокомандующий, не работал в центральных органах власти, не говорил с трибуны Офиса Президента и так далее, и так далее. Ну, а потом тяжелое положение в Николаеве с водой, с той же самой. Несколько коррупционных скандалов и прочее, прочее. Он размывает. Да и люди устают как бы, да, постепенно от всего. Верит ли Алексей в то, что в условиях перемирия Украина начнет активно вооружаться, чтобы не допустить повторной катастрофы? Это вопрос неправильный. Вопрос звучит так, на каких условиях будет перемирие, потому что, если будут пограничения по вооружениям, то слишком активно она не сможет вооружаться. А во-вторых, если его не будет, или даже в рамках тех ограничений, которые будут установлены, например, на дальнобойной ракеты, это зависит всегда от политической воли. Вот ваш покорный слуга очень четко понимает, что как бы мы не договорились, например, берем самый крайний вариант, нейтральный статус ограничения дальнобойного вооружения. Нейтралитет очень дорого стоит. И основой нейтралитета является качественная сила обороны. Поэтому, если мы вдруг станем нейтральными, то наши вооруженные силы и силы обороны должны быть лучшими в Европе для того, чтобы удержать этот нейтралитет. Потому что при нейтралитете нагрузка военная всегда выше, чем когда ты находишься в Союзе или блоке военном. Почему? А потому что там распределяется количество усилий. Там хорошие, большие парни могут взять на тебя ответственность за безопасность, а тебе не надо иметь 300 реактивных самолетов, например. А нейтралитет никто кроме тебя не защитит. Поэтому в России всегда, что бы они сейчас ни говорили, всегда будут силы, которые будут хотеть второй войны с Украиной, третьей войны с Украиной. Значит, мы должны быть настолько сильными после заключения мирного соглашения, чтобы российские стратегии отказались от проведения второго, третьего раунда и так далее. Чтобы это не было даже на столе как решение, потому что они понимали, что будет опять как кровавая тупиковая война, которая не решит проблему. Но есть грандиозный соблазн у всех демократических государств или около демократических немедленно сократить военные расходы после войны. Я вам скажу, что трагедия военных заключается, профессии военного заключается не только в том, что ты рискуешь жизнью ради страны, а в том, что через три часа после окончания войны ты никому не нужен. И наша задача, первая, не допустить того, чтобы военные стали не нужны. А у нас будет полтора миллиона ветеранов, минимум. Это раненых, протезирование, члены семей погибших военнослужащих, действующих военнослужащих, правильная мобилизация, правильный отбор тех, кто останется в регулярной армии, смена полностью системы отношений в армии, потому что она не выдерживает никакой критики. И там реально множество проблем сейчас. И нам нужно будет произвести не только трансформацию всей страны, но в первую очередь трансформацию сил обороны, чтобы они стали мощной современной армией, которая что? Способна... Главная функция армии, это мало кто знает из гражданских, это не воевать. Главная функция армии – предотвращение войны. Она должна быть настолько сильной и профессиональной, и с таким профессиональным ядром, плюс резерв, плюс военная промышленность, плюс военные союзы, обеспечение, чтобы противник отказывался от вооруженного нападения, как и следствие решения политических проблем. Поэтому договор с Россией должен быть выглядеть так. Первое. Реальные гарантии не нападения. Мы говорим, что Украина не будет больше никогда представлять угрозу для Российской Федерации со своей территорией, но и они не будут представлять для нас угрозу на таких-то условиях. А второе. Запорукой должны быть мощнейшие вооруженные силы. Не только против России, вообще против любой угрозы Украины. А Украина находится на изломе геополитических плит. И в течение пяти, десяти, двадцати лет может измениться все. Как мы убедились, чтобы армия два года хорошо повоевала, ей нужно 30 лет перед этим качественно заниматься. Именно поэтому Швейцария, которой вообще ничего не грозит, имеет второе, четвертое по интенсивности боевой подготовки вооруженные силы в мире. Хотя двести лет уже нейтрально. Согласись, очень странно звучит фраза, что Украина не будет представлять угрозу для Российской Федерации. Все эти годы угрозу представляла Россия и воплощалась. Россия рассматривает эту проблему совершенно иначе. Она считает, что попытка вступить Украину в НАТО это прямая угроза стратегической безопасности России и не может допустить это ни при каких обстоятельствах. И не допускает путем войны. Смотрите, российская политика очень простая. Очень простая. Это надо четко освоить. Принцип российской военной политики государства вокруг России либо будут дружественными или дружественными, нейтральными, или хотя бы нейтральными, либо будут частью России. Они другие варианты не рассматривают. Поэтому Россия будет постоянно представлять для нас угрозу, если мы не остановимся на нейтральном статусе и гарантии о ненападении. Это можно уже говорить на фоне тех, кто... Я всегда это говорил, но сейчас это можно заставить. На фоне переговора в мире, требования нейтралитета это практически неизбежная для нас история. Всякий раз, как только мы будем стремиться в НАТО, каждый разговор о НАТО это прямая военная угроза, угроза возобновления войны или не прекращения войны. И ладно бы НАТО нас хотело взять, а оно же нас не берет. Недавное заявление президента Байдена прямо об этом говорит. Иногда выскакивает. Да, будут разговоры, что двери открыты. Они не могут отмотать слова и слова, сказанные в Бухаресте о том, что Украина однажды будет членом НАТО и так далее. Но все понимают, что эта война произошла потому, что россияне сочли, что поход Украины в НАТО абсолютно неприемлемый с точки зрения стратегической безопасности России. Мы можем над этим смеяться, можем это не уважать, можем говорить о том, что мы можем проводить самостоятельную политику, безусловно, но цена за это войны со всей. Это и следующее. Поэтому принятие нейтрального статуса Украины неизбежно. У нас два варианта. Или мы будем Афганистаном, или мы будем Швейцарией. Выбирайте. Я за Швейцарию. Следующий вопрос от зрителя. Почему российские КАБы стали такой грозной силой только к началу третьего года войны? Почему их не применяли ранее? Потому что первое, надо было сообразить. Они раньше другие приемы и методы использовали. Второе, нужно было отработать технологию. Третье, нужно было создать большое количество КАБов переделать. Менялось же несколько технических оснасток, обучить летчиков и выработать способы применения. Это за один день не делается. Это все наращивается постепенно. Вот они нарастили, сейчас применяют массовые системы. Вопрос из Днепра, я так понимаю. Когда стоит беспокоиться горожанам Днепра и на каком расстоянии от фронта может превратиться еще один? Город может превратиться в еще один? Харьков, Херсон, Никополь и другие города вблизи фронта? Это не скоро до Днепра дойти очень скоро, если поддержка Украины будет продолжаться и даже при нынешней кадровой политике вооруженных силах, которая носит отрицательный характер и качество управления войсками упало по сравнению с началом войны. Даже при всех этих условиях и оговорках Днепру непосредственно приближение линии фронта пока не грозит в ближайшие месяцы. А бить по городу будут, как били позавчера или два дня назад, когда погибло множество людей, включая детей, в царство небесное. Да, это ужасно. Далее вопрос, прошу комментарии, даже просьба, прошу комментарии о политическом кризисе и правом развороте во Франции и его возможных последствиях для войны Украины и в целом. Во Франции нет правого поворота в развороте. Во Франции есть правый доворот. Сейчас там же сложная предвыборная система и победа в первом туре отнюдь не означает победу во втором. Сейчас там будет происходить только что свежие рейтинги перед передачей. Липен уже на третьем месте, на первом левое и на втором партия Макрон. Там доворот существует правый, но заметьте, что огромное количество выступает, французов выступает против Липен, хотя огромное количество их поддерживает. Правый доворот, который случился в Европарламенте, например, там даже ультраправая коалиция создана, или крайне правая, как ее называют, патриоты Европы теперь они называются, которые идут на повестке антимигрантской, на повестке свободы и независимости Европы, способность проводить независимую политику, традиционных ценностей и так далее. Это и повестка Липен, правая француза. Эти настроения крайне сильные. Я не знаю, знают ли наши зрители или нет, но у Франции даже монархические настроения крайне сильные. И там очень хороший процент поддержки. Чуть ли говоря, не до 14% скрытых. Поэтому это неизбежно. Традиционно Европа на фоне происходящих событий говорит левой Европе и центристской Европе. Посмотрите, до чего вы довели. Кризис идентичности и так далее, и так далее. Это находит большую поддержку. Изменится ли принципиальная позиция Франции в результате этих парламентских выборов? Я не думаю. Макрон еще два года президент. Франция президентская республика, у французского президента огромное количество полномочий. И кроме того, у Макрона большинство в Сенате, в Верхней Палате. Поэтому он сохраняет достаточно речевое влияние на систему и политику французскую внешнюю он удержит. Тут скорее вопрос будет о внутрифранцузских делах. Соцпакеты, внутренняя политика и так далее. Ну, Липен сказал, в случае успеха, если будет их большинство, они запретят использовать французские ракеты по территории Российской Федерации? Если. Oui. Идем дальше. Не вспомнил, как это по-французски. Так это было. Как Алексей объяснит большое количество просмотров интервью Быкову по сравнению с интервью Гордеевой? Большей политической актуальностью или искренней заинтересованностью и доброжелательностью Быкова к собеседнику, в отличие от негативно настроенной Гордеевой? Да, Быков просто и умнее, и интереснее. Вот и все. И контент получается умнее, и интереснее. Как тебе интервью с Гордеевой? Очередное проходное интервью, которое ничего не решает. У нее не было реального интереса. Я не знаю, была ли она в заказе или в личном заказе, но она заведомо, мне кажется, была настроена нашего арестовича фериста, и это надо показать и доказать. А это всегда дурно пахнет. Это всегда не очень... Я честно отвечал на все вопросы, но это же скучно. Быков ставит вопросы цивилизационного характера, которые не могут не задевать остро и интересно, парадоксально, которые просто создают приличный контент. Это интересно смотреть. Гордеева, два часа вопроса, во кем работал ваш папа, а вот, значит, кто там, какое название фирмы и так далее, и так далее. Мы всерьез этим увлечься, честно говоря. Мы пока с тобой говорим, вот новое приглашение от Быкова на интервью, так что в ближайшее время... Прекрасно, прекрасно. Дмитрий Львович, вам тоже передаю от себя привет и тоже приглашение на интервью. У нас круговорот получается в нашем треугольнике. Странно, да, круговорот в треугольнике, ну, пускай это будет такое. Вот такая странная геометрия. Алексей, почему против вас дружно сплотились не только многие украинские, но и многие российские оппозиционные каналы? Им-то какое дело, да, Арестовичем? Арестович объединяет хейтеров? Потому что они очень плоско мыслят, как Буратино, у них очень короткие мысли, а кроме того, они, ну, они, во-первых, мотивированы и заинтересованы на другое. Они же делают себе имя на борьбе со страшным Путиным. И тут Арестович давно заявил, что он может с Путиным объединиться и подать коллективный иск на Запад. Ну, как такое можно просить? Переобулся гад. Теперь что? А ту его дружно будем преследовать? Ну, входит в свое дело. Это же дело такое. Так, вопрос, что делать, если человек из Новой Каховки, из Украины, оказался в России после оккупации и не смог, и может вернуться домой без документов? Я не знаю, чисто практический вопрос. Ну, практически надо выезжать в Европу и получать по украинской программе вид на жительство. Ну, программу защиты. Переходить из России без документов? Да, можно выехать. Можно через Балтию, через Финляндию, там сложно. Через Турцию. Ну, без документов сложновато, но есть разные пути, которыми люди пользуются, скажем так. Не будем их называть, потому что их перекроют эти пути. Но вам советую обратиться в посольство нейтральных дружественных стран, например, швейцарских. Ну, кстати, в России же работают посольства и консульства разных стран, европейских, в которых прекрасное отношение с Украиной, поэтому, наверное, это единственный такой действительный способ. Спасибо, Алексей. Следующий вопрос пишет сразу в заглаве. Неудобный вопрос, зритель. Алексей, в эфире с Романенко и Хомяком не раз прозвучала фраза «котлета» в сторону Тищенко. А вам не кажется, что это шоколячий экспресс, который сносит и вас, и Безуглую, и всех остальных? Спасибо. Я против подобных эпитетов. Человека можно назвать политическим противником, можно даже назвать врагом, но вот эти все эпитеты – это очень низкий жанр в политике. Понятно, что простого человека от этого не удержишь, но спикеры, а уж тем более коллеги политики, могли бы и воздержаться. Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться. Пишет зритель «Я гражданин Израиля с 92-го года и гражданин Украины с 2007-го. Постоянно приезжал в Украину к своим родственникам и жены во время войны помогали ЗСУ. Сейчас, если я приеду, то меня не выпустят обратно. Для чего такой закон? Про военное гражданство надо объяснить. Украина же рассматривает своих граждан, имеющих паспорт Украины, только как своих граждан. Все равно, сколько у вас паспортов еще других. А поскольку все граждане должны немедленно мобилизоваться и пойти защищать Украину или быть на воинском мечете или не выезжать, то она не рассматривает вас как гражданина Израиля. Она рассматривает то столько, как украинцы. Поэтому, если не хотите быть мобилизован, не приезжайте до конца войны или до изменения подобного подхода. Хотя вот еще недавно еще недавно можно было, но теперь закрутили гаечки окончательно. Или почти окончательно. О переговорах, тяжелых решениях и проблемах говорят сейчас немало уважаемых людей. Но одним из первых начали вы, взяв на себя весь хейт. А не проиграли ли вы из-за этого? А если выиграли, то что? Ну, первое, я выиграл самоуважение. Потому что есть такой принцип в разведке психологии, который называется «все, что будет, уже есть». Я начал говорить тогда, когда увидел сигналы, которые говорят о неизбежном. Это было еще в октябре прошлого года. Другие люди соображают медленнее. Или, если соображают так же быстро, медленнее начинают говорить. Но вы же задаете этот вопрос. Это означает, что люди прекрасно помнят, кто заговорил. Первый. И не перепутают. По крайней мере, умные люди. Когда дело совсем пойдет к миру или наступит мир так или иначе, все дружно вспомнят или многие дружно вспомнят, а кто первый заговорил о бессмысленности войны. Смотри, плохого гонца, знаешь, типа, ну, я не часто не знаю, или мальчика, который кричал «волки». Я сейчас, не проводя параллели, я просто легкий ассоциативный ряд. Ты уверен, что когда вот все закончится, будут вспоминать именно как ты сказал? Будут, конечно, потому что я буду в статусе кандидата в президенты. Это совсем другой разговор. Я же не как обозреватель заговорил. Я заговорил как человек, который претендует на высшую политическую власть в стране и собирается ввести партию в парламент. Это совсем другой вес, особенно когда мир, после мира будет избирательная кампания, и все слова приобретут совершенно другой вес, и это будет уже не разговорами, это будет политической позицией, которую я бы значил за год до того, как о мире заговорили те люди, которые отвечают за его наступление непосредственно сейчас. И политическая позиция, которая будет и дальше развиваться, в политическую программу, в логику и так далее, это совсем не то, что просто предупредило мир, невыгодно и так далее. Это будет показано, что ребята, пока тут все кричали про победу, которая была абсолютно нереальна. Наша политическая сила и ее лидеры заранее просчитали и заранее ввели Украину к варианту Швейцарии, а не к варианту Афганистана, сражаться до последнего украинца в войне, в которой нет шансов на победу. Вот и все. Это сталая политическая позиция, это другая история. Я вас защищал ценой своей репутации в ваших же глазах, это немножко другое. Не считаешь ли ты формулировка без шансов на победу такой упаднической и пессимистической? Она не упадническая, она реально, у нас нет шансов на победу. Мы тотально зависим от Запада, в частности, от Соединенных Штатов. Соединенный Штат сказал, Украина не должна проиграть, вернее, Путин не должен победить, а Украина не должна проиграть. Это означает, что не будет победы. Эта война кончится ничем с точки зрения формальной победы. Она закончится договоренностью. Окей, вопрос от зрителя. Можно ли было использовать знания и опыт залужного на поле боя после его снятия? И не угрожает ли ему там за границей опасность ликвидации или похищения? Ведь залужный имел доступ к военной тайне. Сколько я знаю, Валерий Федорович еще не уехал в Великобританию. Будет в ближайшее время в Великобритании, но нюанс в том, что послы пользуются законно-дипломатическим иммунитетом и нарушить эту базу. И одной из немногих ненарушаемых норм международного положения не пойдет на это никто. Раз. Теоретически его можно было использовать, например, сделав его главой экспертной группы приставки. Два. Но политический конфликт между ним и президентом зашел до того, что ни в каком варианте, видите, его сочли невозможным даже в Украине оставить в качестве пенсионера военного, а не просто где-то еще возвышать. Поэтому случилось то, что случилось. В Украине было три наиболее популярных человека. Залужены Арестовича Зеленский, двое из них где? За границей. Многое нам говорит о нынешних принципах политической борьбы, которые восторжествовали в Украине. Не могу не заметить, что вот, общаясь каждые две недели, вопрос президентства, кандидатства в президента Арестовича, он вот как синусоида то поднимается, то пропадает и периодически, вот там, сколько-то там месяцев назад даже вызывало у тебя раздражение, мол, да не надо, не хочу об этом говорить, это никакого времени сейчас. Но сейчас ты сам поднимаешь эту тему. Почему? Что поменялось? Ну, мир уже все, а мир означает выбор. Понятное дело, прогнозировать сложно, но когда бы это могло произойти на... Ну, если при прочих равных а не случится черных лебедей, которые всяко возможны, то, я думаю, к весне весна уже будут выборы. Это считаете, осень? Да, осень уже будет предвыборной. Ух-ух-ух. По-твоему, как... Там дальше был вопрос, но тогда я совмещу его. Есть ли такие планы, когда откроются границы, и как ты прогнозируешь, что будет после этого? Границы откроются, когда будет закончено военное положение, а выборы невозможно проводить во время военного положения, это связанные вещи. Что будет, никто не знает, но я думаю, что будут разнонаправлены антропотоки. Часть украинцев из Европы и других стран поедет внутрь Украины, а часть украинцев немедленно выйдет из Европы. А уж кто там, где останется, сколько в Украине, а сколько не в Украине, это вопрос. Надо помнить другое. Надо помнить, что каждый третий украинец сейчас за границей. 10-12 миллионов. И это не избиратель, а просто человек, гражданин Украины. И это все наши люди. У нас политика заехала в абсолютно неприемлемые антиконституционные вещи, с моей точки зрения, и аморальные, в стиле тех, кто остался молодец, за тех, кто сбежал в тросы, давайте там их ограничим в консульских услугах. Это людей, которые находятся не на родине, в тяжелом социальном положении, даже если они устроились и работают за границей, даже получили вид на жительство. С моей точки зрения, это аморальная политика. Для меня все украинцы свои. Из-за украинцев за рубежом я буду биться ничуть не меньше, чем из-за украинцев в Украине. А может быть и больше, потому что они уязвимы. Так, еще раз тогда давай переформулируем. Биться больше за тех, кто за границей сейчас, потому что они более уязвимы. Не меньше, но они более уязвимы. Это люди, оторванные от родины. И когда родина говорит, знаете, что мы вас первые считаем украинцами второго сорта, а ведь по сути такое заявление. Мы тут героем и остались, а вы уехали трусы. А во-вторых, они говорят, что, ну, знаете, мы вас будем ограничивать, мужчин, по крайней мере. В-третьих, ну, вы подумайте, нужны вы нам или нет, потому что вот мы тут были, а вы сбежали. Это более аморальная повестка. Я не могу себе представить. Для меня все украинцы свои. Даже украинцы, которые четыре поколения назад уехали из Украины вначале, все равно наши. Украинцы – распределенная нация. Даже до войны 18 миллионов украинцев жило за рубежом. Они все украинцы, все наши. Это хорошо, что мы представлены в разных странах, даже если люди не собираются возвращаться, но у них есть лояльность к Украине. Но людям с гражданскими… Надо говорить о двойном гражданстве, о привилегированном гражданстве для людей с украинскими корнями, но для людей, которые имеют паспорт Украины, которым государство явно и неявно сообщает, что люди второго сорта, это более аморально и неприемлемо в политике невозможно. У нас сокращают предоставление консульских услуг, а я бы увеличил в три раза помощь и рассматривал в первую очередь заявление на паспорт, на права и на все остальное, на всякую роду помощь для соотечественников, оказавших за рубежом не от хорошей жизни, их война оттуда выгнал. Мамы с детьми, да и мужчины и так далее. Если я приду к власти, они получат полную амнистию, потому что мне нужны все. Мне все нужны. Я хочу объединить всю Украину и на разделение я играть не позволю. По поводу лобби Украины во всем мире, вот какой прекрасный пример есть израильское лобби. Израильское, армянское, греческое, много есть всяких лобби. Как обернуть то, что сейчас миллионы украинцев в Европе, на Западе в целом, вот чтобы перевернуть это в позитив, в плюс, чтобы наш вопрос решался... Мне нужно работать. Начало начинается с заявления оппозиции. Вот я ее заявляю, друзья мои, вы все наши. Все наши. Если вы даже решите никогда больше не возвращаться в Украину, вы наши. Пусть ваши дети не будут знать ни слова по-украински, но они будут помнить, что они выходцы из Украины. И, значит, Украина заинтересована, чтобы они сохраняли лояльность к Украине. Они будут там новыми американцами, новыми французами, новыми немцами, но они должны сохранять лояльность к Украине, и это наш ресурс. Им надо не день вышиванки и борща проводить, а предоставлять деятельную помощь. Не на словах, а на деле. Должна быть поддержка символическая, вы наши. Должны быть привилегии, хотя бы на территории Украины, и международная поддержка, в том числе в странах пребывания, реальная поддержка. Начиная от финансовой, социальная помощь, пенсионерам, которые там остались, малоимущие, заканчивая, например, более выгодными кредитами украинский банк и другие инструменты. И символическая поддержка, вы наши. Сейчас позиция Европы, какова она? Негласно говорят, что европейские чиновники очень хотят, чтобы часть украинцев вернулась в Украину, особенно те, кто не трудоустроились, те, кто больше живут на пособии, не выучили язык, не адаптировались. Негласно, Европа очень довольна, потому что приехало 10 миллионов христиан белых, 10-12, закрыла проблематику с рынком труда. Проблема, что далеко не все из них интегрируются, да и не все могут. Многодентые мамы, например, мамы, ухазывающие за стариками, просто люди, старики сами, пенсионеры и так далее. Это социальная нагрузка на европейский бюджет, европейцы действительно стали гораздо больше платить во время войны, в том числе, потому что поддерживают беженцев. И правительство европейское очень четко, рационально считают, те, как правило достигают успеха, попадая в нормальную среду. Проблема у нашего, у нас где угодно среда благоприятная для украинцев, кроме Украины. Здесь самая неблагоприятная среда. Здесь наша система, которая работает, система с большой буквы, коррупционная. Она в украинском национальном характере народном будет худшие черты заставлять, доводя их до нелюстского положения. Все стоят. А за рубежом украинцы немедленно раскрываются. Поляки жалуются даже на некоторую агрессивность со стороны украинцев бизнеса нашего. Слишком дерзко и широко. И глубоко я говорю, ребята, это просто естественный способ ведения бизнеса в Украине, иначе ты не выживешь. Они просто переносят паттерны поведения. Так вот, те, кто хорошо интегрируется, наоборот, им страшно рады. И Польша предоставляет, да и не только Польша, исключительные условия для украинцев. Например, ты можешь получить под бизнес, под предприятие бесплатную землю, бесплатное подключение и так далее, и так далее. В Украине это огромный коррупционный риск. И помните, жаловался даже Барактар, который жаловался строить завод, важнейший оборонный завод, что ему 10 миллионов за электроподключение. Но понятно, что на таких условиях шансов вернуть украинцев мало. Вчера выступал известный экономист, доктор экономических наук Андрей Длигич. В одной из передач он сказал, что в Европе 2,6,6,6, работающих на одного пенсионера, а в Украине 0,9. Дальше можно ставить плашку, называется Роберт Уэйт. Это конец всему. В срочнейшем порядке кровь из носу нам нужно взять где-то 4,5 миллиона работающих людей на рынок труда. Теперь скажите, легче привезти уважаемых тайцев, филиппинцев и еще кого-то, допустим, они еще поедут в страну разрушенную, где отключают электричество, либо вернут своих. А как можно вернуть своих, если в Польше им лучше, в Германии им лучше и так далее. Поэтому наша задача создать такие условия, когда украинцы захотят сюда вернуться или хотя бы жить на две страны и будут экономически активны в Украине. Для этого нужно на полную перезагрузку системы, потому что на такую систему, как она сейчас существует, никто не вернется. Вот к вопросам от зрителей. Что будет делать Аристович, когда начнется война между Китаем и США? Я сделаю все, чтобы Украина не принимала участие в этой войне. Насколько вероятно, что эта война начнется и при каких условиях? Она может начаться в том или ином варианте, потому что идет большая мировая, третья мировая война идет только на это в распределенном виде и вполне может начаться в обозримой сроке 27-й, 29-й, 30-й, 32-й. Смотрите, опыт Испании послевоенной, после гражданской войны в Испании, 36-й, 39-й показывает, и очень сильно хотели втянуть стороны во Вторую мировую, но Франко хватило ума, чтобы, Франко вернее, хватило ума, чтобы Испанию не втянуть, удержать. И он удержал. Поэтому даже Украина, конечно, на разломе геополитических плит, но если она будет проводить мудрую, умелую политику, то даже если все начнут воевать со всеми, мы можем быть отвоевавшим островком спокойствия. Но для этого нужна мудрая политика, умеренная, нейтральная, широкий проект вместо узкого, погасить радикальные позиции, что справа, если выбрать, центристский будет развитие. Строить отношения со всеми добрососедских, включая Россию и Беларусь, нейтральные, сдержанные. И иметь свою собственную силу, когда наш нейтралитет гарантируется не только нашим миролюбием, как овечек, а реально сильной системой безопасности, сильной экономики, реального суверенитета. О каких-то добрососедских отношениях с Россией говорить сложно, с Беларусью. Добрососедские я имею в виду на уровне отсутствия вооруженной борьбы. Хотя бы на этом уровне. Как думаешь, добрососедские отношения с Беларусью наладятся, как только сменится режим Лукашенко и зависимость Беларуси от России? Неизвестно, кто придет вместо Лукашенко. наша задача нейтралитет. Удержание Беларуси от втягивания войны против Украины либо враждебных действий против Украины. Кто бы там ни было власти. Какие практические советы дал бы Алексей с точки зрения кибербезопасности по своему опыту? Использует ли он онлайн-банкинги, iCloud и так далее? И какими мессенджерами безопаснее пользоваться? Доверяют тебе во всех вопросах? Говорите лучше с профессионалами. У меня есть своя система охраны и обороны. Я боюсь, что кибербезопасность. Я боюсь, что она не всем подходит. Могу сказать одно. Я не менял свой телефон и второго телефона у меня нет. Поэтому российский шпион не меняет украинский номер. Обратите внимание. Каково ваше видение? Это ничего. Кстати, что за аргументы скажут тебе? Я тоже, впрочем, скажу. У нас полно агентов российских в Украине ходят с украинскими номерами, фотографируют позиции. Ничего тут. Да, только их ловят. Аристовича поймали? Как это? Весь мир, да? Меня весь мир ловил. Но не поймал. Каково ваше видение проблемы задержания верующих из-за отказа воевать с оружием в руках? Ну, для людей-атеистов эта проблема уже звучит как? А если я просто по убеждениям без веры не хочу воевать и стрелять и убивать и умирать, то почему у верующих есть привилегии и так далее? Это вящий пример неравномерного развития религиозным людям в силу места религии в обществе. Даже сегодня в посттрадиционных обществах отдаются преимущественно. Предполагается, что его против совести не заставляют. Проблема в том, что нет такой службы, нет таких возможностей для гражданских. Но сегодня в Украине существует явный перекос. По-хорошему, по-хорошему, люди, даже атеисты, которые говорят, это против моей совести, должны найти, государство должно найти им иную форму применения. Например, строительство, берем строительство военных укреплений без непосредственного участия в боевых действиях. Форма альтернативных. Это формирование инженерных армий, инженерных подразделений. Я не хочу убивать, это против моей системы ценностей. Ну окей. Но тогда Родина просит тебя немножко построить. Правильно? Еще какие-то службы, добровольная помощь и прочее, прочее, всегда можно найти такие вещи, потому что огромное количество, даже в армии 100 человек, только 27 идет в бой, остальные никогда не видят противника, но поэтому они являются в армии и служат. Даже в армии можно найти места, где ты не будешь стрелять в человека. Поэтому просто нужен гибкий подход. В 21 веке нельзя просто так схватить человека и по примеру крепостного права только за то, что он родился в этой стране, заставлять его убивать и умирать. Должна быть вариабельность, должны быть предоставлены возможности для человека и государства, если бы оно проводило гибкую политику, но для этого надо немного иначе мыслить, не иметь иные ценности и цели в политике. Нашло бы варианты и для верующих, и для атеистов, которые не хотят стрелять в людей. Тем более их никогда не будет много. Такая позиция требует гражданского мужества. Определенно. Большинство людей при всем уже не к ним конформисты. Они едут по социальной инерции и им гораздо легче призваться либо убегать от призыва, нежели идти по особой статье альтернативной службы, отвечать на множество вопросов, находиться в особой позиции и прочее. Диссидентов всегда мало, в том числе диссидентов совести, верующие они или неверующие. И уже их точно можно было распределить даже в армии без того, чтобы они стреляли и бывали. Следующий вопрос, просьба, даже крик о помощи, я его зачитаю с той целью, я понимаю, сколько просьб приходит к тебе, а ты скажешь, как поступать в такой ситуации, куда может обращаться, что делать. Алексей, добрый день, это Харьков. Вы могли бы нам помочь нашему дому? 14 мая был прилет, в квартирах вынесло стены, нам везде отказали в капремонте дома. Мы не просим на окна, главные стены в доме. Может, вы нам поможете, вы за границей, найти легко людей, кто не откажет. Возможно, для вас это смешно звучит, но мы в ужасном положении. Я пишу от себя, мне 70 лет. Давайте сбор организован. Просто организуй нам сбор на помощь. Во-первых, сбор – это хороший сигнал. Первый вопрос будет задаваться местным властям, а почему люди собирают на восстановление коммунального имущества. А во-вторых, пока там власти будут чухаться, есть возможность реально собрать деньги. Я думаю, люди скинутся, если скидываются на дроны, на боевую технику, тоже на помощь людям, оставшимся без крова. Давайте проведем такой эксперимент. Пришлите Васе или мне по адресу школы Аперон, сбор организованный, выставим, посмотрим, вдруг получится. Я готов помогать. Отлично. Если с военными, так, мы не сказали сегодня про сбор. Сбор, да, мы сейчас собираем одному из подразделений аэроразведки на автомобиле дрону по 700 тысяч, половину мы уже собрали, осталось чуть-чуть, давайте накидаем. У меня для 63-й сбор, там висит уже много эфиров подряд, пожалуйста, присоединяйтесь, все в описании. Вопрос от Дмитрия Гордона. Сегодня у меня был с ним стрим 18.00 и обещал я перезадать тебе вопрос по поводу окончания войны. Мы обсуждали заявление Быкова в твоем эфире о том, что до зимы, до зимы может остановиться война. Он еще уточнил, не закончится, остановится. Ты начал объяснять, почему это возможно, но не до конца сказал тогда или нет. Так вот, Дмитрий попросил передрессовать вопрос. Невеликой тайной является то, что энергетический мост с Европой у нас висит эта проблема одного или двух или трех ударов российских ракет по цели. Россияне это знают. Они не перерывают сейчас электроснабжение со стороны Европы только потому, что они довели нас до крайности, что это создает им сильную переговорную позицию. В любой момент, подчеркиваю, в любой, они могут их перебить и электроэнергия перестанет поступать из Европы сюда, а это означает резкую просадку по электроэнергетике. Дальше они могут выбить вокруг атомных станций не сами станции, а распределительную сеть, тем более, что они сделали это в отношении очень многих других сетей. Украина разваливается на энергоострова в лучшем случае, а в принципе только становится один-два часа в день, может быть и меньше. Это означает, что страна проваливается технологически в 17 век и выживать будет только деревня на лучинах, на сборе подножных дров. Тем более, такое постановление Кабмин уже готовит или уже вел, по-моему, я видел в этих самых. Мы оказываемся в 17 веке. Никакое организованное сопротивление в этом случае невозможно, потому что военные, конечно, будут воевать, но народ начнет массовый исход. Это означает тотальную государственную катастрофу. Мы висим на грани этой катастрофы, но даже если россияне, они почему сейчас бьют по нам летом? Потому что, если бы они ударили перед зимой, то за вот эту глобальную катастрофу ответственность взяли бы, что они. И получается, что это бы подняло порог примирения, а поскольку они хотят примириться. Это направление государственной политики сейчас примириться. Кто бы там что ни говорил. Они сделали это летом в качестве предупреждения и оставляют за собой опцию. Если мы не будем сильно сговорчивыми, то они прервут энергетический мост и разрушат нашу систему окончательно, тем более она висит на волоске, на соплях, к зиме. А если сейчас, то ответственность лежит на властях Украины, которые к зиме должны что-то сделать. Они ничего не сделают. Они организационно не способны к этому. Кроме некоторых побелочных... Будут слова, будут видеоклипы, будет правильное заявление, но организационных усилений не будет. Зима будет крайне тяжелой энергетически. Но власти же понимают, что вход в такую зиму означает окончательное, безоговорочное падение рейтинга уже к средине зимы. Потому что, ну, когда не будет света и тепла в домах по 14 часов, по 16, или вода, как нас предупреждают народные депутаты, не будет подниматься и тепло выше 9 этажа и прочее. А пенсионеры не смогут выходить из лифта, вернее, без лифта не могут выходить и подниматься выше 5 этажа. Для них это будет колоссальная проблема. Вы представляете, во что приводится жизнь в Украине? А вот сейчас раздаются заявления от государственных лиц, закупаете непортящиеся продукты и прочее, прочее. страна провалилась в 19 век. Может провалиться в 17. Пока официальных я таких не видел. Пока больше. Вот вам за экране заявление. Ну, почему? Вот заявление, сейчас скажу. Кого? У нас, да. Смотрим. Секунду. Ну, пока только руки счастья у нас и так далее. Ладно. Оно где-то мелькнуло в Телеграм-каналах. Сейчас посмотрим, когда я ехал сюда. Посмотрим. Да, я тоже видел, знаешь, причем с подписью. Интересно. Я видел, там не было отсылки к какому-то из чиновников и заканчивалось в Телеграм-канале. Это очевидные вещи. Запасайтесь водой и ежой. Это ЗМИ с посыланием на Киевскую Минскую Державную Администрацию. Специалисты готовятся к худшему сценарию. Это Киев. Что говорить про Пиферию. Поэтому все это висит на соплях. Люди до сих пор не понимают, потому что с ними не коммуницируют. Правдиво? в каком реальном положении находится Украина. Она гораздо, гораздо, гораздо хуже, чем поддерживается это средним информационным фоном. Но люди на местах как бы догадываются, специалисты догадываются и прямо об этом говорят. Поэтому у нас нет уже хороших сценариев. У нас выбор между плохим и очень плохим. И неприемлемо. Поэтому надо иметь мужество признать в себе упущенные возможности. Еле-еле устранены, но не наказаны чиновники, которые отвечали за физическую и организационную защиту этих самых энергообъектов. И даже Шмыгалю премьер-министру предъявляют это в качестве одного из основных обвинений сейчас публично. Разные там блогеры спрашивают, что куча денег было, но не потрачено. Мы организационно оказались не готовы. И мы не исправим эту ситуацию к земле. У нас в Ирпене или в Буче там скандал в Ирпене, по-моему, когда газостанция подарена Европой и пострадавшему городу до сих пор не подключена, а могла бы запитать военный госпиталь, котельную и так далее. Мы просто организационно не способны. Ситуацию не исправят F-16 и прочее, потому что какое оружие нам не дай, хоть ядерное с летающими тарелками, уровень организации не позволит применить его максимально эффективно. Проблема в уровне организации страны совершенно неудовлетворительна и уже не будет изменен до конца войны. Поэтому войну есть надежда, дадут нам людей, которые смогут обеспечить иную уровень организации страны. Другого выхода нет, иного сценария нет. Можно надеяться, людям трудно в это признаваться, потому что возникает вопрос, за что воевали, за что терпели, за что столько погибших. Но мы коллективно довели страну до выбора между плохим и очень плохим и неприемлемой. Поэтому, ну, как вам сказать, все, приехали. И власть это четко понимает. Она понимает, что если она зайдет в войну, и удары по энергосистеме продолжатся зимой, и когда в домах не будет света, ну, blackout начнутся, например, то она уже не выберется с хоть каким-нибудь рейтингом. Он будет только отрицательный, а вообще могут по-хорошему и снести. И она, конечно, не хочет этого сценария. Поэтому вероятность того, что примиримся до зимы, очень высок. Или хотя бы прекратим огонь. То до весны почти 100%. Должны исключительные обстоятельства сложиться, чтобы примирение там уже, как это, не позднее марта 25-го года здесь стоялось. Хотя и невозможно. Есть сценарий, где война продолжается еще год-два. Но тогда от Украины вообще ничего не останется. Зрители пишут, станции установили в Боярке. А как коррелируется это с тем, что влияние выборов Соединенных Штатов все-таки выборы в ноябре, а это уже... Ну, американцы, понимаете, американцы устраивают оба сценария. Где мы стачиваемся до последнего украинца, ослабляя Россию. И где мы, например, примирились и стали нейтральны. И мы так и так хорошо, они из этого, из того положения извлекут выгоды. Окей, друзья, 22 часа 27 минут. Более того, от России устраивает и тот, и тот вариант. Где мы стали нейтральными или где мы продолжаем войну. И они продолжают нас ослаблять и влияние Соединенных Штатов здесь. Поэтому все зависит только от нас. Друзья, все, кто... Кому не нравится Арестович, или кто... Я читаю комментарии одним глазом. Или то, что говорит Арестович. Помните, что каждый человек имеет право на свое мнение, ровно как и вы имеете право на свое мнение. Алексей имеет право на свое мнение. Любой человек в демократической стране, а мы строим именно свободное демократическое общество, имеет право на свое мнение. А вы вольны соглашаться с ним или не соглашаться. Если это, безусловно, не противоречит законам страны. Тут там отдельная. Погодите, ребята, несколько месяцев из-за меня заговорят обстоятельства непреодолимой силы. Да, нет, я просто удивляюсь людям, которые приходят и очень сильно не соглашаются. Что же вы как ежики, плакали, кололись, но продолжали есть кактус? запишите свое интервью, выразите свое мнение. Мы вас послушаем, возможно, зададим вопрос. Пожалуйста, их тоже не запрещают. Я бежала за вами два квартала сказать, насколько вы мне безразличны. Приблизительно так. Вот. Ну и, ну, собственно, да, не хочу, был еще один вопрос о том, как у тебя накручены, значит, рейтинги, просмотры и так далее. Сказали в одном видеоролике за три дня там 11 тысяч было просмотров и там хоть на обложке был твой портрет, там, чуть-чуть видоизмененный, даже это не помогло набрать там просмотров и там вот женщина с таким упорством рассказывала, что все это накручено, нет никакой популярности у Арестовича, нет никаких миллионов, все это накрутки. Сидят с Головановым друг друга и нахваливают ему Голованов сидит там и другие, а все это дутые. Я могу сказать, очень простую вещь, люди, вы привыкаете, привыкаете. Привыкаете, полезнее будет, легче будет принять безальтернативность кандидатов, когда время придет. Так, вот тут мы ставим многоточие, каждый додумывает уже в меру свои фантазии. Алексей Арестович на связи, следующее через одну субботу мы встретимся в 21.00, сегодня мы воскресенье, по моей просьбе встретились. Если вы не подписаны на Теограм-канал Арестовича, в описании ссылка, Ютуб-канал, пожалуйста, подпишитесь прямо сейчас, лайк. Помогите, давайте поможем военам. Да-да-да-да, и сбор обязательно, давайте, помните, 10-20 гривен не имеет значения, а нас много, очень много. Это вопрос закрывается гораздо проще. Мир, не мир, сильная армия это залог нашей безопасности. И в мирной Украине армия должна быть сильнее, чем военная. Это для того, чтобы не случилась новая война. Поэтому армии как начали помогать, так и будем помогать отсюда и навсегда. это залог нашей безопасности. На том мы стоим. Друзья, до встречи, берегите себя и ваших близких. Я настроен оптимистично, Украина обязательно победит. Когда и как? Ну, здесь я оптимистично настроен. Украина победит, если не проиграет. Для нас это уже победа. Слишком большой силой мы столкнулись. Поэтому для нас не проиграть это уже победить. Давайте приближать нашу победу вместе. Сбор в описании, друзья. По чайной ложке соберем целый океан. Алексей, до встречи. Спасибо тебе большое. Пока. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok